Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Самая важная вещь в криптовалюте — это фиксировать прибыли. Ведь вы точно не хотите получать невероятные прибыли на росте криптовалюты, потенциально делая миллионы рублей только лишь для того, чтобы потом всё это потерять, не так ли? Я предупреждаю вас, что если вы не будете фиксировать прибыль, то будете винить себя за это всю свою жизнь. В основном так и происходит. Очень расстраиваешься, когда пропустил рост какого-то альткоина. Очень неприятно не купить биткоин до того, как он уже взлетел. Но уверяю вас, самое неприятное — это не зафиксировать прибыль и увидеть однажды, как ваша инвестиция обесценивается на 80 или даже 90%. Мы уже видели это в 2017 и 2018 годах. Как вы помните, мы наблюдали стремительный взлёт криптовалюты, который многие называли пузырём биткоина, и который закончился быстрым и жестоким падением. Если измерить это падение, то оказывается, что рыночная капитализация всех криптовалют тогда потеряла почти 90% своей стоимости. Представьте себе, что у вас есть портфель, вы только что получили большие прибыли на росте, и внезапно ваш инвестиционный портфель теряет 90% стоимости. Как вы будете себя чувствовать? Поэтому нужно быть готовыми к этому, нужно фиксировать прибыли. Но одновременно с этим вы не должны фиксировать прибыли слишком рано. Мы обговорим в этом видео точную схему, как вы можете балансировать в этом очень тонком вопросе. Поэтому, если это видео будет вам полезным, не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно, каналу это помогает расти. Особенно это видео будет полезно, если вы новенький в этой сфере. Очень много людей продавали в прошлый раз вот здесь, вот здесь и вот здесь. Но даже продажа вот здесь оказалась слишком ранней, потому что от этой точки биткоин вырос еще на 1100%. Это, кстати, логарифмический график, поэтому кажется, что здесь не так много роста было, но на самом деле это больше 10 иксов, что, согласитесь, достаточно много. Так что это тоже очень важно. Вы не только должны не забывать о фиксации прибыли, но и не должны делать это слишком рано. Вопрос, какую же стратегию выбрать? Как убедиться, что вы получите максимально много выгоды, не продавая слишком рано и не держа портфель в убытке на 80 и 90%? Давайте я расскажу о своей собственной стратегии, моем плане выхода. Я давно хотел снять это видео и только сегодня, наконец, дошли до этого руки. Итак, мой план, как уйти с рынка с наибольшей возможной прибылью, не продавая слишком рано и не продавая слишком поздно. Есть два очень важных момента. Первый. Мы не знаем, как высоко вырастет рынок. Никто не знает этого. Вот, например, цена растет как-то так. И кто может сказать, вот это уже является пиком или нет? Просто представьте, что вы увидели вот такой график. Это пик? Вы не знаете. И я не знаю. Так что вы не можете знать, когда и где будет пик. Вы можете подумать, что вот он пик, потому что цена сильно просела. Но после этого цена может улететь значительно выше, сделав еще 1000% после вот этого пика. Мы видим это в криптовалютах постоянно. Например, когда биткоин уходит на 30-40% вниз, только лишь для того, чтобы снова продолжить рост. Вот совсем недавнее падение биткоина на 30%, лишь для того, чтобы снова рост продолжился. Давайте посмотрим на прошлые циклы. Мы видели множество таких падений вплоть до 40%, а затем цена продолжила рост и сделала очередные 10 иксов. Поэтому вы никогда не скажете точно, где будет вершина. Гораздо проще предсказать, где будет дно на самом деле. Представьте, что график сейчас выглядит вот так в режиме реального времени. И вот вы наблюдаете падение биткоина на 43%. Будете ли вы тут фиксировать, если у вас уже была прибыль? Ведь на самом деле эта коррекция могла быть как раз перед очередным скачком биткоина вверх, точно так же, как было в прошлые разы. Но именно в этом случае это уже оказалась вершина, после чего биткоин только падал и падал в поисках своего дна в этом медвежьем цикле. Так что первый важный момент. Вы никогда точно не знаете, когда и где будет вершина. Так что же делать? Сейчас вы немного удивитесь, но фиксироваться надо и на росте, и на падении. Вам нужно смириться с тем фактом, что у вас навряд ли получится продать идеально на пике цены. Никто этого не может сделать. Люди, которые пытаются продать на пике, обычно либо продают сразу все слишком рано где-нибудь вот здесь, после чего смотрят, как актив продолжает расти. Обычно это приводит к тому, что люди продают дешевле и покупают дороже. А потом, потом они получают колоссальные убытки. Так что первый элемент моей стратегии. Я не должен продавать абсолютно все на каком-то локальном пике, думая, что этот локальный пик является максимальной ценой биткоина в этом бычьем цикле. Вместо этого я должен фиксировать прибыли и на пути вверх, и на пути вниз. Так что как только у вас появляется прибыль, например, 200%, 500% или даже 1000%. Кстати, биткоин же сделал за последний год больше 10 иксов. Он вырос с 3000 до 40 тысяч долларов. Кто знает, что биткоин сделает дальше. Возможно, летом он будет стоить 100 тысяч. В любом случае, если вы получили хорошую прибыль уже, как минимум, чтобы я сделал на вашем месте, это вывел бы свою начальную инвестицию. Это очень важно. Верните свои вложения, как только вы получили прибыль. Почему это важно? Во-первых, как только вы это сделаете, ваши риски сведутся к нулю, и ваша нервная система будет абсолютно спокойной. Поверьте, вы совершенно по-другому начнете смотреть на рынок, и качество вашего анализа этого самого рынка значительно повысится. И, во-вторых, еще никто никогда не становился банкротом из-за того, что фиксировал прибыль. После того, как вы вернули свое, держите остальное в активе. Если остальное даст еще 200, 300, 400 процентов, фиксируйте еще одну часть опять. Какую часть? Например, 20 процентов от инвестиций. У каждого свой план. Кто-то фиксирует по 10 процентов от портфеля, кто-то по 5. Таким образом, вы фиксируете небольшие части прибыли на больших скачках цены, и получаете не всю прибыль, но максимально возможную. При этом, учитывая, что вы уже вернули все, вы не рискуете больше своими кровными, наверняка тяжело заработанными деньгами. Так делаю лично я. И когда цена начинает падать, я тоже начинаю фиксировать прибыли на отскоках. Скажем, цена упала на 25 процентов, я забираю часть уже заработанного. И так до тех пор, пока падение цены биткоина не дойдет до отметки, ниже которой в долгосрочной перспективе я остаюсь в минусе. Таким образом, на долгих дистанциях я просто не могу оказаться в минусе. Как минимум, я верну свои вложения. Для меня это тоже очень важно, хотя вам может показаться это очень странным. Кто фиксируется на падении? Но давайте вернемся к тезису. Я никогда не знаю, когда будет пик. Например, я могу не зафиксировать прибыль вот здесь, и получу минус 90 процентов цены в подарок. Второй тезис моей стратегии. Я не могу забрать все деньги с рынка, но я стараюсь получить максимально много прибыли. Максимально много возможной прибыли. И такая стратегия действительно позволяет заработать как можно больше. Криптовалюта очень волатильная. Она может двигаться на несколько сотен процентов за короткий период времени. Например, за неделю. Поясню на рисунке. Если я продам абсолютно все на неделю раньше, думая, что это уже пик, я могу пропустить следующие движения на 500 процентов вверх. Но я буду полностью удовлетворен, если я продам еще часть нападения вот здесь. Ведь это все равно будет выше, чем здесь, когда я думал, что это уже пик. Я надеюсь, что вы уловили смысл. Объясняю я так себе, потому что я просто немного тупенький, когда речь идет о выражении своих мыслей на русском. В любом случае, я надеюсь, вы поняли, что я хотел вам сказать. Но также, ребята, у меня есть еще одна цель. Если цена падает на 50% после такого пика на бычьем рынке, я ухожу из торгового портфеля полностью. Подчеркну, торгового портфеля. Это очень важно. Но это только если речь идет о бычьем рынке, в том случае, если я нахожусь в плюсе. Конечно, это может быть очередная коррекция. Но лично я поставил себе такие рамки, такую стратегию, если можно так сказать. Для меня падение более чем на 50% на бычьем рынке означает конец этого бычьего рынка. Почему именно 50%? Это не то. Потому что в прошлых булранах именно коррекции на растущем рынке составляли 15-40%. Но когда цены падали на 50%, начинался медвежий рынок. Длительный и изнуряющий. На 50 и больше процентов, точнее. Итак, это то, что я делаю с биткоином и особенно с альткоинами. С альткоинами вы должны действовать еще более агрессивно, когда речь идет о фиксировании прибыли. Это очень важно. Криптовалюты очень сильно и быстро растут. Но также сильно и быстро падают. Новички, которые пришли на этот рынок, этого еще не осознают. Но если вы уже пережили несколько медвежьих рынков, как я, вы знаете, почему я не хочу переживать это снова. Итак, вы не знаете, когда будет пик. Вы никогда не сможете продать абсолютно все за самую высокую цену. Запомните это. Вместо этого вы фиксируете прибыли как на росте, так и на падении. Причина, почему я делаю это видео, заключается еще и в том, что мне постоянно задают вопросы не только о плане выхода из криптовалюты, но и моей стратегии инвестирования в биткоин. И, конечно же, лучшая стратегия для вас, если вы являетесь биткоин-максималистом и понимаете, что, скорее всего, медвежьи рынки еще не закончились в истории биткоина, и при этом вы хотите накопить как можно больше биткоинов за следующие 10 лет, это генерация дохода. Да, лучшая стратегия – это генерация дохода. Сейчас поясню. Вот почему вы должны фиксировать прибыли, чтобы во время медвежьего рынка было за что накапливать сатоши. Сатоши – это копейки биткоина, если что. Копейка – рубль бережет, а сатоши бережет биткоин. И это тоже является моей долгосрочной стратегией. Ведь моя долгосрочная стратегия – это накапливать биткоины. Раз в месяц на определенную сумму я его покупаю. Кстати, я знаю, какие вопросы будут в комментариях. Ди, ты же сказал, что никогда не продашь все свои биткоины. Я и не продам. Ведь есть какое-то количество биткоинов, которые я оставлю навсегда. И, скорее всего, их уже получат мои дети и внуки. И какой будет их судьба дальше, зависит уже только от них. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк. Честно говоря, я записываю его уже четвертый раз. Потому что первые три раза постоянно были косяки. То звук не запишется, то экран не пишется, то еще что-нибудь случится. Тем не менее, я надеюсь на вашу поддержку. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте, делитесь видео с друзьями. И обязательно, ребята, богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»